здравствуйте с вами бобер перед началом обзора хочу сказать спасибо александру тюменцеву который еще год назад сделал мне новогодний подарок а у меня все руки не доходили выпустить ролик отблагодарить и дмитрию александр чу в который тоже сделал мне подарок после крайнего ролика очень неожиданно и приятно спасибо большое а теперь к обзору начале 90-х а может и раньше компьютерные игры стали понемногу замещать и уличные дети стали предпочитать больше сидеть дома они играть в привычные салочки войнушку и командные игры на улице и чтобы вернуть интерес к дворовым играм и немного отвлечь детей от компьютеров дисней выпускает фильм могучие утята посвященный отличной командной игре хоккей о нем сегодня и поговорим итак начинаем 1973 год десятилетний игрок команды ястребы собирается пробить булит финальном матче детской хоккейной лиги перед исполнением броска тренер говорит мальчику что если тот не забьет то подведет всю команду и навсегда останется неудачником мальчишка разгоняется обводит вратаря бросает и попадает в штангу под свист трибуны крики наставника мальчик остается сидеть на льду и про себя клянется что в будущем ни при каких условиях никогда не проиграет прошло около двадцати лет гордон бомбей тот самый мальчишка теперь преуспевающий адвокат не проигравший ни одного дела но его методы работы были не очень честными но его этот факт ни капли не смущал и вот после очередной победы гордон напивается и садится за руль естественно был остановлен полицейскими и был представлен к лишению водительских прав начальник адвокатской конторы смог договориться в суде чтобы его подчиненному дали минимальное наказание а именно штраф и 500 часов исправительных работ в виде тренировки детской хоккейной команды увидев свою будущую команду гордон нехотя приступает к обязанностям и уже по привычке учит детей жульничать но ребята оказались из неробкого десятка и напрочь отказались слушать своего нового тренера и после очередного поражения бомбей видит на трибуне своего старого друга который говорит ему что тот сильно изменился и совершенно забыл то чему учил его отец а именно честной игре после этого разговора гордон решает сделать из команды аутсайдера команду чемпиона но уже честным путем а удастся ли ему это зритель узнает посмотрев данный фильм обычно эту фразу а именно рекомендую смотреть и взрослым и детям я говорю в конце ролика но данном случае скажу сейчас смотреть и взрослым и детям потому что посмотрев его уже в зрелом возрасте я понял что это кино намного глубже чем кажется я бы даже сказал так это детский фильм для взрослых вот знаете раньше было такое поверье слушаешь пластинку со спокойной мелодичной музыкой и вроде все нормально но если начинаешь крутить пластинку в обратном направлении то там будет звучать какой-нибудь призыв к сатанизму или что-нибудь вроде этого здесь происходит примерно то же самое вроде смотришь обычную детскую сказку со счастливым концом когда группа неудачников становится чемпионами но если копнуть поглубже то на первый план выходят уже большие социальные проблемы на которые по ходу фильма не обращаешь внимание это социальное неравенство а именно ярко обозначен контраст между богатыми и бедными но посмотрите сами при первом знакомстве бомбея с детьми тренер выходит из шикарного лимузина одеты в модный костюм то время как дети ковыряются в помойке или во время первых матчей как выглядит команда этого самого пятого округа журналами вместо щитков на фоне чемпионов ястребов в новой с иголочки форме да даже прическами они отличаются вылизанные ухоженные не то что наши герои но как только в команде появляются деньги так сразу и настроение играть появляется и тренировки становятся интереснее и победы стали потихоньку приходить но возможно это только мне кажется заканчиваю философствовать и перехожу по традиции к персонажам гордон бомбей как я и сказал ранее успешный адвокат который готов добиться победы любой ценой его роль исполнил эмилио эстевис младший брат известного актера чарли шина которому изначально и предлагалась данная роль но он сославшись на занятость предложил кандидатуру своего младшего брата кстати имя гордона бомбея состоит из двух видов виски гордона и бомбея продолжим обычно я как-то описываю персонажа выделяя его достоинства и недостатки здесь же я не могу этого сделать ведь нам показан запутавшийся в своей жизни герой и его характер а точнее перемену характера можно наблюдать на протяжении всей картины сперва нам показывают мальчика лишившегося отца затем жесткого беспринципного адвоката который кстати ненавидел детей затем метающегося из стороны в сторону человека а именно от ганса к тренеру рейли не знающего какую сторону принять и уже потом честного и справедливого тренера конечно за его изменениями интересно наблюдать но изменился ли он вроде когда он стал хорошим парнем он делает следующее узнав что адам бэнкс проживает на территории уток сразу же пишет протест в лигу то есть используют старые методы для достижения победы и использует ребенка ради победы да может он пытался вытащить его из этого богатого бесчувственного мира но в время он лишал мальчика друзей команды да в конце концов мечты переводя его из лидеров команду аутсайдеров и это называется исправился ганс янгер владелец хоккейного магазина его роль исполнил джос эквент известный по второй части смертельного оружия друг гордона бомбея любит шутить по поводу наточенности коньков именно он был тем самым катализатором с помощью которого бомбей выбрал каким путем нужно идти по жизни дальше является что ни на есть клишированным персонажем ведь во всех фильмах где идет так называемая борьба добра со злом в данном случае противостояния различных подходов тренировкам должен быть такой персонаж который поможет главному герою ну а так не о его прошлом не о настоящем не будет сказано ни слова кроме того что он скандинав и у него есть брат и то про это будет сказано только во второй части франшизы джек рейли первый тренер гордона бомбея бессменный тренер детской команды ястребов кстати его сыграл номинант на оскар лейн смит жестокий и жесткий человек ради победы не остановится ни перед чем является главным антагонистом фильма при первом просмотре можно подумать а в чем он не прав ну требовательный но так это и нужно для победы без дисциплины никуда но если повнимательнее посмотреть то действительно он оказывается конкретным чудаком с буквой м такие бы методы может быть и помогли бы тренируем взрослую команду но перед ним дети у маленького гордона только что умер отец и нет бы подбодрить мальчика сказать мы уже финале отец бы тобой гордился давай забей и все будет нормально но он же говорит если не забьешь подведешь всю команду или в конце фильма говорит своим игрокам если проиграете никто не будет допущен к следующему сезону но самым апофеозом было то что он приказал травмировать игрока соперника ребенка десятилетнего да мало того бывшего его подопечного кстати такой момент был в реальности в супер серии 72 года в шестой игре тренер канадцев джон фергюсон приказал своему нападающему бобби кларку нанести травму валерию харламову ну и его поведение когда он просто наслаждался как его ястребы прессуют совершенно не умеющих играть ребят из пятого округа и над медно поднимал воротник я уже делал эту ставку в предыдущем ролике но и здесь она подходит весьма кстати больной обиженный урод тех чего в детстве обделили что или били цикло который боится быть слабо боишься проиграть и ты мстишь всем за то что родился на свет таким уродом и можно сделать вывод что рейли просто обиделся на весь мир и всем завидует ведь сам он очень долго оставался тренером детской лиги и повышение никакого у него не было и тем противнее смотреть на то как он говорит успешному адвокату бомбею что тот ничего из себя не представляет джеральд даксворт бывший начальник бомбея именно в честь него названа команда утки его роль исполнил джозеф соммер его можно увидеть третьей части людей x в роли президента представляется как второй отрицательный персонаж а выражено это лишь том что он уволил гордона но сей факт преподнесен так что он капец какой злодей а если повнимательнее посмотреть ему стало противно что гордон хоть и побеждает но использует не совсем законные методы поэтому он его и отправляет в отпуск сохранением зарплаты да еще дает личного водителя чтобы только бомбей научился играть честно он выделяет 15 тысяч долларов на команду и он пытается помочь своему другу отцу адама бэнкса просит гордона чтобы тот оставил парня в ястребах и что здесь плохого разве вы не попросили бы за своего друга когда он обратился бы к вам за помощью ну а теперь непосредственно к игрокам чтобы никому не было обидно начнем по списку согласно их номеров 0 0 гай жермен нападающий по мастерству уступает только адаму бэнксу виду небольшого роста часто подвергался силовым атакам имеет любовный интерес кони моро что странно фильме ему уделяется немного времени однако его фамилия на площадке звучит чаще остальных номер один тэрри холл нападающий второстепенный персонаж нужны лишь для того чтобы показать что у одного из главных героев есть младший брат номер два томми данкон защитник учился на фигуриста но любовь к хоккею сделала свое дело ввиду того что он младший брат часто манипулируют своей сестрой в частности и возможностью играть в хоккей номер 4 лестер аверман нападающий выполняет роль плеймейкера раздает пасы и делает броски поворотом в индивидуальной игре слабоват любит отсиживаться на скамейке заменяя игру комментариями самый разговорчивый игрок команды придумывают прозвище для своих друзей номер 5 темми данкон старшая сестра томми нападающий отлично катается на коньках занималась фигурным катанием но виду капризом младшего брата была вынуждена играть в хоккей номер 9 джесси холл старший брат терри нападающий часто бьет поворотом не стесняется ввязываться в драку и отвечать ударом если его ударят первым недоверчиво относится к новым знакомствам это касается как тренера так и новых игроков в команде номер 11 дэйв карп защитник как игрок особо себя не проявлял однако был главным заводилой команды большая часть юмора фильме сосредотачивалась именно на нем то гримасу состроит то едкую шутку выкинет то шайбой в лоб получит номер 18 кони моро изначально единственная девочка в команде и очень гордилась этим нападающий может заступиться за себя в частности ударить соперника локтем солнечное сплетение очень общительно первое кто вступает в разговор с гордоном бомбеем хороший друг ввиду того что девочки взрослеют раньше мальчиков намного умнее своих сверстников и одна из немногих понимает что на игру надо забыть все междоусобные проблемы и быть одной командой единственная кто заступился за чарли во время недопонимания испытывает любовные чувства к гаю жермену номер 24 питер марк игрок часто провоцирующий конфликты ввиду детского возраста может услышать фразу и неправильно ее истолковать команде чем спровоцировать драку носит кожаную куртку и бейсболку и считает себя крутым парнем хотя может быть просто у его родителей нет денег и они не могут приобрести ему зимнюю одежду номер 33 грэг голдберг вратарь отлично играет клюшкой а также использует щитки а вот в игре руками слабоват неуверенно стоит на коньках ввиду своих габаритов немного неуклюж любит покушать а после этого испортить воздух номер 44 фултон рид ввиду своих габаритов и силы может быть как защитником так и нападающим но в основном использовался в качестве бойца запросто может припечатать борт противника обладает сильнейшим броском но в цель попадает один раз из пяти единственный его недостаток это неумение кататься на коньках хороший друг всегда заступится за товарища как в игре например за теме после того как ее толкнул соперник так и вне игры поддерживал и тренера и чарли когда другие от них отворачивались первый из игроков кто захотел надеть свитер уток номер 96 чарли конвой капитан команды нападающий обладает хорошим дриблингом может обойти всю команду противника но плохо исполняет финальный бросок за что и получил прозвище руки-крюки ввиду того что рос без отца нашел родственную душу в тренере бомбей единственный кто не повелся на сплетни питера и повлиял на тренера чтобы тот вернулся в команду трастно любит хоккей и свою маму и в некоторых моментах даже ставит хоккей превыше своих друзей номер 99 адам бэнкс главный бомбардир команды прекрасно владеет клюшкой держит шайбу катается на коньках и видит площадку раньше играл за ястребов но впоследствии перешел к уткам сперва был за гиристый и высокомерный мальчишка но попав куктом перевоспитался из детей наверное самый драматичный персонаж которого выдернули из привычной среды обитания и поставили в новую и интересно было наблюдать переживания мальчика как он лишился друзей а новые его не принимают в некоторых комментариях люди пишут почему я много времени в роликах уделяю персонажам но так это вполне естественно для меня фильмах интересны персонажи и сюжет но если фильм будет посвящен определенной тематике то конечно же эта тематика будет тоже интересовать в данном случае это хоккей и как же он здесь показан тренировки интересно наблюдать как тренер использует подход исходя из достоинств и недостатков детей футут попадает по воротам раз из пяти не беда на разминке выпустим его для устрашения пусть побросает а на игре соперники разбегутся в стороны а кто-нибудь закатит шайбу в пустые ворота терри умеет вертеться отлично пока вращениями отвлекает внимание противника кто-нибудь снова забьет шайбу в пустые ворота у чарли кривые руки исправим и доверим пробить ему финальный булит голбер боится шайб привяжем к воротам помимо этого использовались и нестандартные методы это и игра рыбийным мечом и использование яиц вместо шайбы наверное самый запоминающийся момент фильме и катания на роликах по торговому центру вот сцена катания на роликах хоть и интересная но в ней использовались моменты как говорится шутка ради шутки детям конечно же будет смешно как кто-нибудь во время езды забирает хот-дог или сталкивает женщину фонтан но для взрослых этот юмор может показаться каким-то простоватым вообще касаемо юмора то во всем фильме используется исключительно ситуационный примерно такой же как я выше сказал в разговорах он тоже конечно был но связано в основном на подколах детей друг друга в основном связаны с какой-нибудь чертой характера или с кличкой хотя сами диалоги прописаны достаточно неплохо именно в диалогах раскрывается характер не только главного героя но и остальных персонажей но вернемся к хоккею звуковые эффекты вышли не очень вот если взять ту же легенду 17 то там четко слышно и скольжение коньков по льду и удары аборт здесь же за исключением шелчков фултона не будет слышно ничего зато музыкальное сопровождение вышло на 5 баллов особенно за главная тема которая прямо побуждает взять клюшку и выйти на лед эта музыка будет сопровождать все три части франшизы а вот работу камеры отмечу в лучшую сторону оператор удалось так захватить шайбу что создается ощущение что она прямо летит ну и движение игроков сняты добротно немного остановлюсь на актерской игре здесь возникает вопрос вроде ничего выдающегося никто из актеров не показал даже эмилио и стэвис во многих моментах показывал только одну эмоцию удивление или недоумывание и во многих кадрах несмотря на то что в них ситуации были разные проявлялась одна и та же мимика но с другой стороны он же не джим керри но несмотря на это ему удалось достичь самого главного это добиться экранной химии между тренером и детьми прямо веришь в искренность их чувств но к сожалению актеров игравших детей кинокарьеры не сложились из всех я могу выделить только эдана хэнсона сыгравшего фултона который позже снимется в эффекты бабочки и маргарет моро сыгравшую кони моро которую можно увидеть в нескольких фильмах ужасов остальных же актеров я нигде не встречал а жаль из актеров если так можно сказать отмечу камео реальных хоккеистов бензила макрея и майкла мадана лучшую сторону отмечу также художника по костюмам вроде бы ничего сверхъестественного и не было сделано но как я уже говорил был ярко показан контраст между богатыми и не очень слоями общества этому способствовали костюмы в том числе а теперь к недостаткам первый это полное отсутствие интриги все проходит по классической схеме команда сперва терпит поражение но потихонечку добирается до чемпионства и все ни вправо ни влево да даже в начальных кадрах когда показывают мальчика исполняющего буллит особенно после его разговора с тренером уже будет понятно что гол он не забьет 2 это недосказанность вот вроде бы появлялся намек на любовную линию между бомбеем и матерью чарли но он остается незавершенным показывает сперва их ссору затем они уже идут на свидание и целуются в конце фильма было показано что женщина видит в тренере отца ее сына но любовного интереса к нему не наблюдалось или момент когда адам бенз пришел в команду его отшивает джесси а потом весь фильм из-под лобя смотрит на него а во время матча адам говорит чтобы джесси надрал задницу ястребом как-то они быстро подружились и никакого развития их междоусобного конфликта не будет 3 сильная зацикленность на хоккей создается ощущение что кроме хоккея в жизни ничего не происходит ты очень любил играть можно я еще поиграю и так далее только хоккей 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 но это болезнь многих детских фильмов диснея начала 90-х вот вспомним хотя бы дорогу домой на которую меня есть обзор там тоже мальчик ничего не видел кроме своей собаки и вот эта зацикленность на одном объекте раздражает ну и четвертый отсутствие морали да тренер исправился но кому он показал пример антагонисты какими были а именно тренер рейли так и остались но проиграли так проиграли фильм собрал прокате 50 миллионов долларов при бюджете в 10 и получил положительные отзывы критиков и не мудрено что через два года последовало продолжение но перед этим глава корпорации диснея майкл эснер подумал они собрать ли реальную хоккейную команду для выступления в нхл в городе анахайм ведь именно в анахайме располагался первый диснейленд плюс там же имелся стадион который большую часть времени пустовал и лишь периодически на нем проводились концерты и матчи рестлинга плюс и название команде не нужно было придумывать ведь фильм могучий утята был очень популярным в сша и имел свою фан базу да и логотип придумать не составило особого труда была взята вратарская маска и немного вытянуто вперед тем самым напоминая утиный клюв а позади как пиратские сабли были перекрещены клюшки с этим предложением он обращается к брусу макнеллу президенту команды лос-анджелес кингс а именно чтобы территориально разделить местность закрепленную за кингсами и могучими утками а уже вместе они обращаются к президенту нхл гэри бэтмену который дал добро на создание команды и включил ее в нхл конечно же с наш заплатил немного денег а именно 50 миллионов долларов половина из которых досталось брюсу макнилу так в 1993 году команда под названием mighty ducks of anaheim дебютирует в лучшей хоккейной лиги мира первый сезон для новичка прошел достойно правда выйти в плей-офф им не удалось но несмотря на это главную свою задачу она выполнила а именно побила рекорд лиги по посещаемости ведь сам эснер говорил что главное это маркетинг а игра команды на втором плане и действительно футболки и различный мерчандайз с логотипом уток приносили огромную прибыль компании для российских болельщиков эта команда была примечательна тем что за нее выступал известный советский хоккеист алексей косатонов следующий сезон был поворотным для уток ведь за команду дебютировали россиянин защитник олег твердовский и нападающих канадец полкария если первому в составе закрепиться не удалось то второй стал настоящей легендой не только клуба но и лиги третьем сезоне команде присоединяется финн тиму селяни который вместе с кореи надолго образовали золотой дуэт mighty ducks несмотря на то что первые три сезона команда так и не выходила в плей-офф популярность ее все равно была на первом месте и лишь в четвертом сезоне утки смогли достичь их на выбывание пройдя до второго раунда следующие годы игра команды шла с переменным успехом и вот настал 2003 год команда усиливается такими ветеранами как санди созелендж петер сикора и стив томас и доходит до финала кубка стендли где проигрывают нью-джерси дэвилс за которых кстати играл олег твердовский после проигранного финала mighty ducks объявили о том что не будут продлевать контракт с полом кореи и после его ухода снова не выходят плей-офф и в этом же сезоне случилось самое страшное команда стала терять зрителей посещаемость продажи футболок снизились и дисней решает продать команду и 2005 году команда обретает нового владельца в лице бизнесмена генри сэмюэля и меняет название из анахайма mighty ducks в анахайм ducks логотип и форма также были изменены и что удивительно в первом же сезоне уже новая команда выигрывает кубок стендли впрочем это уже совсем другая история а мы вернемся к фильмам после победы в розыгрыше в детской лиге гордон бомбей участвует в одной из низших хоккейных лиг он лидирует по числу заброшенных шайб и вот-вот будет задрафтован в нхл но в одном из матчей соперник применяет подлый прием и бьет бомбея по колену травма и об нхл приходится забыть гордон возвращается родную имени соту и впадает в депрессию но тосковать ему долго не пришлось ведь ян брат ганса из первой части знакомит его со спонсором который предлагает ему собрать тех же уток и отправиться на юношеские игры доброй воли в виде сборной сша и вот утки уже на международных соревнованиях а как они там выступят узнаем посмотрев вторую часть могучих утят как можно заметить из фильма исчезли некоторые из старых героев но появились и новые номер 6 джули кошка дафни вратарь в отличие от голберга хорошо владеет перчаткой имеет хорошую скорость и подвижность легко перемещается из одной стороны ворот другую обижается на то что многие ее ни во что не ставят ввиду того что она девчонка но за это она может и ударить номер 7 двойн робертсон нападающий прекрасно владеет шайбой отличный дриблер но иногда может быть настолько самоуверенным что полностью забывает о команде предпочитая действовать единолично ввиду чего часто теряет шайбу родом из техаса умом не отличается и часто попадается на уловки и розыгрыши номер 16 кен ву нападающий бывший член сборной сша по фигурному катанию виду небольшого роста и хорошей подвижности может с легкостью обыгрывать игроков соперника но в то же время из-за небольшого роста уязвим принц силовых приемах номер 21 дин портман защитник обладает такой же силой как и фултон но в отличие от последнего используется как боец ну и как главный заводила зрителей любит тяжелую музыку вместе с фултоном и кеном создали компанию под названием братья бэш номер 22 луис миндоза нападающий самый быстрый игрок команды способен развить огромную скорость чем вводит вратарей соперников заблуждение но к сожалению не умеет тормозить номер 56 раз стайлер защитник первоначально в сборную не входил но увидев его игру на уличной площадке ребята решили взять его в команду обладает ударом бабочки когда шайба после броска принимает непонятную траекторию полета как видно некоторые из героев имеют индивидуальные способности а некоторые как кен ву были введены как замена ушедших кстати почему тех игроков нет в команде не будет сказано ни слова единственное что можно предположить что томми данкона и терри холла не взяли в команду ввиду малого возраста а насчет остальных непонятно ян янгер младший брат ганса здесь описывать ничего не надо так как он полная копия брата своего вольт дантист тэнсон тренер сборной исландии бывший игрок нхл продержавшийся там всего один год так как был слишком жесток с соперниками на площадке используют силовую борьбу и грязные приемы для достижения цели фильм вышел в 1994 году создатели не сильно заморочились и решили полностью скопировать 1 если про героев я уже сказал то и в остальных моментах вторая часть не особо отличается от 1 нужно гонка на коньках пожалуйста с такими же юморными моментами только в этот раз женщину не толкали фонтан а прокинули бетономешалку на рабочего нужны эффектные тренировки и это найдется если в первой части катали яйца то здесь устанавливали жестяные банки чтобы герой мог перед ними тормозить связывали всех чтобы могли почувствовать командный дух или играли в догонялки нужно было чтобы тренер вновь сошел с правильного пути и это найдется только теперь бомбей не думал о честной игре отдавал предпочтение богатству и роскоши чем работе с командой но хоть в этом моменте немного изменили концепцию тренер бомбей уже не конфликтует а отдаляется от команды для которого важны только деньги и результат тем самым превращаясь в рейли своего бывшего тренера и он настолько отдаляется от команды что ребятам приходится играть с дворовой командой чтобы восстановить мотивацию и уверенность себе вот за этим интересно было наблюдать нужен был кто наставит гордона на путь исправления и это есть только здесь ян они ганс как в первой части а говорит он примерно те же слова что его брат злодей который действует не по правилам додантист чистая копеля рейли ну и не обошлось без камео хоккейной суперзвезды на этот раз фильм удалось завлечь самого уэйна грецкий только один вопрос что забыл канадец в раздевалке сборной сша а самое главное это отсутствие внутреннего напряжения в команде если в первом фильме ребята хотели научиться играть и получать удовольствие от игры то здесь этого не происходит даже поражение от исландии 112 никак не подстегивает команду ну проиграли так проиграли единственный за кого переживаешь это адам бэнкс создается ощущение что игра только ему и нужна да и то не ради общей победы а ради того чтобы скауты обратили на него внимание но когда он получает травму все же чувство жалости испытываешь виду того что большая часть команды старые герои и зритель с ними знаком большая часть времени уделяется игре они диалогом казалось бы это же хорошо однако все портит монтаж камера располагается в большинстве случаев на уровне борта практически не показывая движение ног и поэтому живая игра целиком не ощущается даже замедленные моменты съемки не придают какой-либо драматичности ну и сама финальная игра складывалась по стандартному принципу сперва команда проигрывает потом мотивирующая речь тренера и сравнивание счета ну хоть буллиты в этот раз догадались сделать ну еще пара моментам которым можно уделить внимание вы когда-нибудь слышали о сборной исландии по хоккею и чтобы она была главным претендентом на золото а про россию сказано всего лишь пару слов что ее сша обыграли в полуфинале ну почему нельзя было вместо каких-то исландцев наших использовать четвертом же роки бился американец против русского и ничего и еще один момент сборную учит играть уличная команда чернокожих хоккеистов что-то я не припомню такую команду не я конечно понимаю толерантность и все такое но это же не баскетбол в конце концов ну и как я уже говорил главная задача это реклама хоккейной команды могучие утки вот здесь этому уделяют огромное внимание не было и сцены где бы не произносилось слово утки мы утки нет мы сборная сша тогда мы американские утки ну и естественно фильме был показан логотип майти дакс но несмотря на многие недостатки фильм собрал 45 миллионов прокате а это между прочим девяносто четвертый год когда выходили такие фильмы как форест гамп криминальное чтиво диснеевский король лев маска побег из шоушенко не затеряться на фоне таких картин дорогого стоит и третья часть не заставила себя долго ждать после победы на играх доброй воли всех уток зачисляют юридический колледж иден холл в котором также имелась хоккейная команда чемпион штата под названием воины бомбею предложили повышение теперь у так будет новый тренер но самое главное на носу хоккейный матч между старшим и младшим курсами которому уткам нужно основательно подготовиться а получится ли это у них посмотрим видимо продюсеры учли недостатки второй части и третья строилась уже немного по другому сценарию команду удалось сохранить практически целиком за исключением джесси холла все остальные игроки в команде присутствовали также вернулись и некоторые персонажи из первой части такие как ганс и мама чарли роли миллио и стивиса свелась к минимуму однако он смог отхватить у диснея трехмиллионно долларовый гонорар тренером утят вместо гордона бомбея стал тэд орион бывший игрок нхл но из-за аварии в которой пострадала его дочь был вынужден завершить карьеру игрока пытается привить игрокам игру от обороны вот здесь главное что учли создатели это то что дети повзрослели и на этом будет строиться драматическая составляющая фильма на первый план выходит конфликт нового тренера и чарли и тренер правильно говорит что команда вышла на новый уровень и пора забыть то что было раньше и вот реально первый раз за трилогию чарли начинает бесить говоря что он утка то есть он сидит в прошлом и двигается лишь по инерции но насколько этого запаса может хватить плюс его разговор с фултоном во первых подтверждает что я говорил в первой части что фултон хороший друг и никогда не оставит товарища одного а во вторых фильме впервые затрагивается вопрос о детском и взрослом хоккей то есть о любителях и профессионалах когда фултон спрашивает а ты уверен что хочешь стать настоящим хоккеистом у каждого ведь своя жизнь да и многие из ребят отказываются быть уткой ведь это в прошлом а сейчас на кону их стипендий и будущее образование плюс у чарли появляется первая любовь и в этот момент он сам начинает раздумывать что для него важнее девушка или хоккей но самое главное чарли должен понять какова роль капитана в команде и в жизни во всем этом и кроется главный посыл фильма а в остальном по старой схеме катание на роликах естественно с неуклюжим голдбергом кстати чтобы зрители не путались на роликах катались первые утки а которые присоединились к ним шли пешком интересные тренировки только теперь они заключались собирание мусора если раньше поиск себя испытывал бомбей то теперь на его месте чарли а советчиков снова становится ганс и немного бомбей кстати последний кадр с гансом выглядит но очень драматично и драматизма добавляет музыка которая как бы это правильно сказать стала более серьезной ну и как обычно зацикленность только теперь не на хоккее в целом а именно на утках логотип суют куда ни попадя и между прочим впервые в фильме звучит фраза что на базе детской команды создали настоящую профессиональную команду так как с главными героями зритель знаком то уже больше времени уделяется юморным моментом связанных с противостоянием уток и старшекурсниками немного развили тему любви кони и гая опять же в юморном ключе когда кони делает шуточный комплимент а гай воспринимает его всерьез не забыли создатели и приглашение звезд в этот раз в роли комментатора появился лидер настоящих уток полкария фильм про кати хоть и не провалился но в сравнении с предыдущими собрал меньше всего 22 миллиона долларов и создатели решили свернуть франшизу но не могучих уток и в этом же 1996 году выпускают мультсериал могучие утята далеком космосе существовала мирная планета уток населенная антропоморфными утками любящими играть в хоккей но однажды планета была атакована рептилоподобными существами ластозаврами под предводительством лорда драконуса ходе борьбы несколько уток и властозавры попадают в пространственно-временной портал и оказываются на земле утки первым делом ищут хоккейный каток а властозавры энергию чтобы вернуться на уток и продолжить захватывать вселенную утки встречаются с неудачным предпринимателем филом который предлагает быть их хоккейным менеджером и предоставляет им каток для тренировок те же в свою очередь оборудуют свой утиный штаб под катком и начинают разыскивать властозавров прикрываясь хоккейной командой и главной задачей становится не дать врагам уничтожить землю и всю вселенную мультсериал состоял из 26 серий эпизоды за исключением первого второго и девятого совершенно не связаны между собой лишь некоторых сериях будут небольшие отсылки к предыдущим целом получился обыкновенный фантастический мультик с героями и злодеями а хоккей уделено очень мало времени либо матч в начале либо в конце серии ну и плюс очень много названий планет имен или даже оружие связано с хоккеем например шайбомет ну а логотип уток как обычно мелькает везде и всюду но если разбирать мультсериал целиком это займет достаточное количество времени если хотите я могу на него сделать отдельный обзор ну и на мультики создатели не успокоились 21 век в моду вошли сериалы и вот 2021 году выходит 10 серийный сериал могучие утята новые правила утки стали сверх популярной команды имеющие одну из лучших хоккейных школ в стране эван обычный подросток играющий в детской команде из-за опоздания и не лучшие игры исключается из команды тогда его мать решает собрать новую команду неудачников назвав ее забивателями и доказать всем что не только профессионалы способны побеждать поисках катка она находит старенький корт хозяином которого был гордон бомбей и вместе они начинают тренировать неудачника в целом сериал получился довольно неплохим любителям оригинальной трилогии он точно понравится интересно было смотреть на то что стало со всеми любимой командой точнее не с командой а с брендом утки а в целом сериал строится по той же схеме как и фильмы поначалу команда неудачников проигрывает затем тренируется затем выходит финал так как это сериал то больше времени будет уделяться развитию главных героев примерно каждому по серии но в отличие от фильмов последней серии будет интересная развязка из всего сериала можно выделить шестую серию где покажут уже взрослых утят которые собрались на вечер встречи а в остальном это уже другой сериал хоть и является непосредственным продолжением трилогии 2022 году выходит второй сезон в котором ребята отправляются в лагерь для хоккеистов где каждый будет сам за себя и будет набирать очки и лучшие попадут в команду которая финале сыграет с канадцами это продолжение второго сезона но здесь уже не будет бомбея а из старых уток лишь на одну минуту появится фултон и портман и все кстати виду санкции этот сезон в россии не выходил но если кто-нибудь хочет его посмотреть в моем любительском переводе и озвучке может подписаться ко мне на бусте которого у меня нету ну и как и мультик сериал требует отдельного выпуска в принципе это можно устроить но не в ближайшее время пока другие планы в общем посмотрели мы довольно неплохую детскую спортивную франшизу моя оценка всей трилогии 8 из 10 просмотру рекомендую если вам понравился ролик ставьте лайк пишите комментарии делайте репосты а насчет подписки решайте сами если не будете смотреть остальные ролики то лучше не подписывайтесь и не портите статистику на этом все с вами был бобер спасибо за внимание